Спорту все возрасты покорны. В Наринмаре подвели итоги окружных соревнований среди людей пожилого возраста, посвященных Дню Защитника Отечества. Турнир традиционный. Организаторы признаются, с каждым годом он становится все популярнее. Чтобы поучаствовать в спартакиаде, в столицу региона приехали команды из Тельвиски и Андиго. Ежегодная спартакиада для людей пожилого возраста скорее праздник, чем соревнования, ведь за результатом здесь особо не гонятся. Участники говорят, в первую очередь это общение и здоровый образ жизни. В Ледовом дворце труд сегодня собрались как уже опытные спортсмены, так и новички. Первый раз нахожусь в труде на спартакиаде, посвященном Дню Защитника Отечества. Я записался на стрельбу, дартс и теннис. В программе соревнований и другие дисциплины, например, такие, как шашки и шахматы. Что касается участников, то всего на спартакиаду заявилось порядка 70 человек. По словам организаторов, это больше, чем в прошлом году. Для Нины Абакшиной турнир далеко не первый. Женщина уверена, популярность спортивного праздника будет только расти. Вообще-то популярность видна, потому что раз народ ходит, значит, народу общение в первую очередь. Ведь люди собираются, вот даже с деревень к нам приезжают. С Красного только не смогли приехать, потому что там дорога плохая. А так вот с Тельвиски приехали. Это уже много, значит. Я думаю, что чем дальше, тем народу будет больше и больше. В каких именно видах соревнований принимать участие выбирают сами спортсмены. Например, жители Тельвиски решили побороться во всех представленных на спартакиаде дисциплинах. В Наринмар сельчане приехали целой командой. Самому возрастному участнику 76 лет. Участвую в дартсе только, в кидании дротиков. А команда у нас и во всех видах остальных участвует. И в стрельбе, и в теннисе, и в шашке шахматы. Нас пять человек приехало. Супруги Вылка Михаила Захаровича, Анна Михайловна, Фаина Васильевна Гмырина, Наталья Михайловна, Ануфриева. Ветеранская организация в округе у нас объединяет 6,5 тысяч членов ветеранской организации. 72 ветеранских организации в округе, 45 организаций в городе и остальная организация – это сельская местность. Победителей и призеров, организаторы соревнований наградили ценными призами – это грамоты и подарочные сертификаты. Следующая спартакиада для людей высокого возраста состоится в мае, в преддверии Дня Победы. Людмила Сидейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.